ребят но все таки я разобрался и джанга у меня заработал сейчас я покажу вот джанга есть значит ребят есть и такое произошло что мы делаем удалить плагин и удаляем плагин джанга перезагружаем среду уже компьютер не надо все разобралось потому что по сути дела причем есть компьютер это понятно но сначала я не мог понять я же говорю что я только помогаю вот на лету вам значит когда я что меня натолкнуло на мысль я не нашел ответа но в принципе нашел что главное чтобы джанга работала python 3 джанга то что я вам показывал но вот что у меня интересно было смотрите когда я зашел помните мы с вами правили python то тут она стала теперь вопрос откуда она стала освежить а мне она сейчас не надо я уже другое поэтому 3 ставлю поэтому сейчас надо будет найти эти вопросы и так джанга у нас сейчас не должно быть всегда когда есть ошибка надо ее воспроизвести учу новички не так ой заработала ура откатываем назад всегда не ленимся я вам сказал установили программу таймиши всегда можно откатиться задачи но ошибку надо воспроизвести и так давайте теперь пробовать сначала нам надо установить поддержку джанга плагин у нас он есть принципе установить плагины у нас есть для архива не обязательно по-новому ставить вот проект джанга такс меню потом установим открыть далее далее установка закрыть перед загружаем среду проект новый все джанга появилась теперь теперь ставим смотрим чтоб не пропало установить плагины добавить и такс меню по сути дела а это я так понимаю в меню должен появиться когда мы создадим проект джанга открыть далее далее установка то есть если что-то меняется и пошло не так переустанавливаем плагин и перезагружаем среду теперь проект новый джанга есть отлично тут пока нету ставим джанга так проект здесь добавляем майн джанга пока просто от балды ой майн джанга а стоп переименовать майн джанга выбрать так проект есть имя проекта так и назовем майн джанга так там главный сценарий здесь не надо контроль версии потом добавим я думаю уже сами но что помогу потом окей соответствующий выбор проектом нам надо именно проект сейчас выбирать это джанга старт проект админ пай то есть утилита так директории есть удалить его создать заново давайте мы а мы сейчас давайте сначала посмотрим есть там у нас что-то или нет а нифига не установила значит правильно да джанга успешно создан отлично добавить существующие файлы нету джанга все должно быть так вот нажал вот и меню появилась джанга только проекта мы не видим значит надо было то открыть ладно открыть пишем майн джанга открыть так нет что-то пока не то не то ребята не то значит делаем по-другому проект новый опять пишем майн джанга выбираем опять эту директорию выбрать здесь выбираем джанга так окей нам надо проект окей да создан давайте проверим да теперь я вижу майн джанга менеджи пай то еще есть действительно есть теперь закрыть добавить до ассоциации а зачем нам и п4 исходники пай нам не надо но сейчас вообще нам ничего здесь не надо на самом деле но нужно что браканулась давайте md добавим бы все равно будем ему надо что-нибудь добавить так settings открываем смотрим до 2115 наша версия и смотрим ну в общем все нормально давайте попробуем запустить проект вот ребята я вам кое-что не показал я писал видео потом его перестал писать удалил сейчас ребята дай бог памяти начал вас нифига работать не будет а вот и стиль можно выбрать менеджер пакетов не то менеджер плагинов все есть отладка основные параметры во ребят все сетевые интерфейса ставим галочку сюда до режима ipv4 потому что может не работа 27001 применить окей что перезагрузите программу поэтому 3 а у нас отладка идет eric и nv сейчас да потому что я создал новое сейчас мы еще это посмотрим отладка вот здесь ставим все кажется я сообразил когда мы ставим здесь отладка eric и nv python 3 давайте поменяем ради интереса eric jango применить окей а теперь зайдем знаете куда в python да вот она меняется все теперь разобрались python 3 пока ставим eric и nv и когда в python у нас стоит применить отладка отладка сейчас этому на ходу может это неправильно но ничего эрик и nv применить окей перезапустим следу потом сейчас мы надо этот эту ассоциацию понять как она работает python eric и nv все теперь верно теперь ставим здесь теперь ставим здесь где мы были отладка ребят отладка python 3 ставим eric jango и nv окей python eric jango и nv все разобрались тоже теперь в джанго мы создавали с эрик и nv но по сути дело мы можем поменять виртуальное окружение хотя это в тут выбрать вот теперь правильно эрик и nv выберем ради интереса применить окей то есть выбрана да все закрываем перезагружаем но пока не знаю надо постоянно или нет но потом разберемся так проект открыть маян джанго открыть начинается зачем нам еп4 а мы должны были что ли добавить так давайте попробуем создать пересоздать проект сейчас сейчас попробуем подождите ребят маян джанго ну маян джанго да о блять о поме а за вот вот та ошибка смотрите как только мы изменили настройки джанго у нас пропала вот отлично что это это сюда залезли то есть смотрите получается так только мы поменяли для проектов джанго было эрик и nv стало было эрик и nv стала эрик джанго и nv джанго у нас пропала но ничего мы сейчас переустановим плагин просто она запоминает получается эрик джанго и nv но тут должно быть у нас желательно одинаковое сейчас для джанго проектов вы каждый проект ну я то работаю в джанго вот здесь хорошо новичкам будет работать просто с кодом я и сам буду а вижу студия дам потом ссылку я работаю джанго вот мне это удобно но все-таки давайте до конца доберемся значит получается у нас в python эрик и nv в отладка эрик джанго и nv получается в python эрик и nv джанго эрик джанго и nv все применить окей перезагрузим проект новый и джанго у нас пропала да мы уже знаем что делать то есть получается плагины удалить плагин давайте мы удалим плагин проезд жанго его и надо нам удалить удаляем я думаю что решение есть какое-то мы просто сейчас пришлось искать перезагружаем вот это у нас по моему перезагрузка плагины установить плагины добавить открыть далее далее установка закрыть перезагружаем проект новый ну вот джанго появилась все отлично опять все-таки сделаем вот так чтоб уже нам майн джанго выберем ту же директорию выбрать больше нам ничего здесь не надо так здесь выбираем проект нажимаем окей да и сложно закрыть добавить существующие файлы в проект возьмем от ep4 потом открывать так понимаю будет удобно давайте попробуем вообще закрыть пока проект и открыть снова его сейчас не должно быть до проект открыть майн джанго вот так попробуем манифестом да вот теперь и разобрались так ну а жанга что у нас здесь все нормально да сейчас мы с другого проекта чтобы проверить все знаете может не запускаться здесь здесь не показывает ошибки как пчаром сервер-разработки сервер-разработки невозможно запустить сервер веб-браузер загружаем отказано в соединении так а вот сейчас мы попробуем кое-какое сделать фигню это при запуске проекта может быть такая вещь я это предполагаю пока пока я только предполагаю что нам надо добавить попробуем кстати крут главное добавить медиа урут нам не обязательно сейчас проверим потому что нет директории то есть все команды есть она там проверяет теперь еще сохранение автосохранение нам надо не забыть джанго ну я же говорю джанго запустился теперь надо понять где мы не доработали где мы не на не не доработали с этим то есть видите здесь забито что надо сразу собирать статические файлы получается что не было настройки статика и ну я просто встречался с этим поэтому я бы сообразил и она не запускалась ну теперь база данных тоже здесь будете разбираться здесь и сквель я мало работы с кель поэтому я говорю работаю с другой средой ну посмотрите примените все миграции ну вот создались таблицы я вижу так но все равно это пока не полностью буду я работать не буду поэтому вот что что надо сделать вот что надо сделать стоп я там по моему галочку ставил джанго вот во первых виртуальное окружение python 3 у нас утерялось поэтому не забудьте залезть и проверьте терялось теперь все правильно джанго запуск веб-браузера еще одна проблема нарисовалась сервера заботки вообще невозможно запустить проверить проект все ошибок нету да конечно тяжеловато здесь работать и сейчас сказать в это именно ну это настройки это однозначно сначала надо перезапустить среду потому что мы меняли настройки проект открыть джанго сервер сервер разработки отлично опять лезем настройки что создадим новый проект ребят не надо пугаться просто говорю я вчера пару часов только и сегодня ага вот нету адрес сервера видите мы же перестанавливали плагин все теперь понятно сто двадцать семь ноль ноль один восемь тысяч и смотрите что то написали правильно то потом будете гадать так применить окей попробуем без перезагрузки сейчас джанго сервер разработки так невозможно перезагружаем среду для начала можно было клавишей воспользоваться проект открыть вы знаете вот какой уже минус минус один есть здесь здесь нету встроенной оболочки поэтому мы выставим терминал потом запуск сервер разработки запуск состоялся а вот сервер запущен поэтому первое что надо сделать давайте мы изменим редакторы пайтон джанго поставим гномы терминал чтобы открывался внешний терминал попробуем применить окей потому что если был терминал мы помогли control c его закрыть а так нам придется получается закрывать перезагружать среду это не серьезно так отказано в соединение оклад еще отладка все сетевые интерфейсы IPv6 нам не надо. Так, в откладке нам надо изменённые сценарии. Но это у нас есть. Python 3. Эрик, Жанга, ЕНВ. Окей. Так, я сейчас, чтобы, ребят, нам сделать, я проверю. С терминалом удобней. Воркан. Эрик, Жанга, ЕНВ. Пропробуем миграции. А, нам надо в эту директорию войти. Где утилита проект. Сейчас потом что-то пересоздадим. Я просто хочу проверить. И вы так-то что делаете. Так, я объясняю. Я создавал алиасы, поэтому у меня алиасы. Я не набираю Python, менеджер, макиммигрейшн. Это я себе создал ma, mi, st, то есть, чтобы быстро. Поэтому это же сам макиммигрейшн. Менжепай. Ну как? Смотрите, не видит. проект. Ага. Значит, нам надо создать новый проект. А, всё, всё, не то я сделал. Да, всё работает. Миграции. Само джанга работает. Статика. Всё собралось. Python, менеджепай, run-сервер. Ну, вот он запустился. Так он не запускался. Значит, получается, нам надо пересоздать проектом. То есть, смотрите, вот теперь сервер работает. Откроем тот браузер. Пока не будем. Браузер. Ну, всё, джанга работает. То есть, где-то мы что-то пока не доделали в среде. То есть, вот наш джанга проект. Давайте, чтобы вы точно. Вот, когда, понимаете, есть терминал для джанга, чем отличается. Что здесь куча строк себе создавай. В одном с Юпитера работаешь, во втором работаешь. Ну, это для веб. Visual Studio. Если мы хотим, нам останавливать не надо. Ну, может и так. Арикидея, ну, может кому-то понравится, ребят. В любом случае, с графическим интерфейсом PyKT она очень крута. А джанга, ну, просто давайте уже запустим ради приличия. Так. Где наш CD? Ладно. Скопируем путь по-новому. Создадим новое. А, ну, оно сразу. Сейчас, как там, я уже забыл, я всегда питон-мэн-жепай. Так. Сейчас, как там, я уже забыл, я всегда питон-мэн-жепай. так где-то я а все 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 ребят туплю 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 виртуальное окружение то не запущено так ну пусть будет админ дальше дальше порой может не да не отображаться так перезагружаем admin admin так стоп я мог пароль неверно ввести так стоп ну это уже мелочи зайдем эта фигня уже так сервер разработки а вот видите переменили и терминал только открывается терминал окно ожидает запускаем да он понимает теперь джанга запуск сервер разработки вот окно терминала ожидает вот она у нас есть терминалы там посмотрите я просто psps 12 так поехали сервер разработки вот она закрывается такой терминал открывается вот чем плохо видите когда нет терминала встроенного потому что мы берем сервер и сейчас просто делаем control c то есть останавливаем вот теперь попробуем сервер разработки открываем так 12 вот открыл терминал то есть он это открыл вот теперь мы можем нормально уже control c закрыли да все теперь теперь сервер разработки опять все теперь окей только теперь понять но должна здесь в этой программе быть что был встроенный терминал теперь давайте попробуем веб-браузер все работает теперь админ что создадим по-новому пользователя значит я просто напросто тупо вел не те цифры да все вот зашли это встроенный браузер то есть все у нас работает джанга наша работает ну что ж ребят теперь вроде как все нормально и терминал ведь когда поменяли запомнили да но надо найти способ чтоб терминал был в окне то есть в джанга мы определяем поиграйте с терминалами но вот этот по крайней мере уже куда не шло мы здесь можем создать новое окно и уже работа здесь оставили где-то я себе делал подсказку наутил терминал control shift t то есть control shift создали новое окно и уже работаем если надо чем-то другим пока убираем теперь давайте попробуем сейчас остановим сервер все остановили у нас тот остался теперь давайте создадим новый проект джанга вообще уже закроем то есть чат должно все по сути дела работать браузер закроем и попробуем создать новый проект проект новый смотрим бляха муха ну куда опять поменяли что-то есть твой раз опять пропал открыть то понятно будет придется еще раз тогда удалить потому что это надо смотреть где там бак ну по крайней мере нашли так и еще раз удалить удалить плагин перезагрузить и не забываем все прописать теперь плагины установить плагин давайте вообще репозитарий плагинов мы можем если хотим и отсюда взять загрузить и установить далее далее установка закрыть плагины загрузить установить далее установка закрыть. Перезагружаем среду. Проект новый. Джанго появилось. Пляха-муха. Это надо покопаться, ребят, короче. Теперь давайте по-новому смотреть. Python. Вот. Останавливаемся. Эрик Джанго, ENV. Всё. Джанго. Значит, опять 127 0 0 1 8000. Здесь всё-таки гном и терминал, здесь гном и терминал. Так. Дальше. Виртуальное окружение. Вот это. А, для IronPitton нам надо установить... Сейчас скажу бы ещё, чтобы всё лучше работало, я понял. Извините, что это длинное видео, но уже давайте мы применить окей. Сейчас посмотрю. джанго, 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 шел плюс, по-моему, библиотеку, всегда есть. IronPitton используем для джанго, запоминаем это. Это проект локальный у меня, поэтому тут не важно, что вы видите. Так. А я тут не ставил. Сейчас, сейчас, сейчас соображу, забыл. джанго, 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 шел плюс, вот это всегда ставьте. Да. Для IronPitton всегда ставьте. Да, и будет ноутебук работать отлично, джупитер. Так, ну нам вообще надо джанго, шел плюс. Вот нам надо. Поэтому в то виртуальное окружение то и виртуальное окружение. А потом только в проект добавляем. Вставим его сразу. Все, пусть стоит. Так, перезагрузим. Давайте смотреть. Создадим новый проект. Жанго 2. Прожиг Жанго 2. выбрать. Да ёсь, твоё раз. Ну бля. Я уже сообругаюсь. Что-то не то мы делаем. Ну, джанго есть. Хорошо, давайте попробуем открыть тот проект. Тогда, да, в принципе, нас... А, тут вообще К. Майн Жанго открыть. Чёрт, да. Его не откроешь. Здесь... А, вот так. Ну и всё появилось. В принципе, всё работает. Сервер разработки. Да. Всё работает. Отчего? Новый проект не можем создать. Вот тут надо разбираться. Ну, это уже вы будете разбираться, ребят. Я уже... А с меня хватит. Так. То есть, решили, что для PyKT, для... Так, отлично. Жанго надо дорабатывать. Веб-браузер. Ну, всё. Здесь как раз-таки всё работает. Сейчас остался только момент. Всё, всё вот у нас отлично работает. Убираем. Остался момент с новым проектом. Новый. Да ёсь, твоё раз. Ну, вот не появляется и всё. Это где-то что-то мы тупим. Так. А тупим мы, потому что надо ещё раз посмотреть. Оболочка. Так. Отладка. Python 3. ENV. Эрик. Жанго 2 ENV. А что, если нам потом будет тут дефолт вообще поставить? А, тогда получается у нас будет немножко не так. Перезагрузим. Тогда у нас получается запуск. Ну, правильно. Вот оно тут и есть. А, так тут мы можем выбирать. Всё, отлично. Значит, дефолт пусть там и стоит. Тогда, может быть, успокоится. Агаты. Так, где наш эрик-проект? Выбрать для главной страницы. Ладно, пока нам это не нужно. Сервера разработки. Всё работает. Так, ладно. Ну, вы знаете, вы уже сами поудаляете. В общем, ищите сами причину. Значит, уже мне не хочется копаться, потому что поняли мы с вами, что, в принципе, Жанго здесь просто плагин. Ну, не заточена она под Жанго, хотя можно повозиться. А здесь у нас получается отлично с ним работать, когда... Открыть. Когда мы работаем с... КТ, да, по ИКТ. То есть, для графических интерфейсов оно отлично. Конечно, для веб, ребята, я бы вам рекомендовал Visual Studio. То есть, вот Жанго, вот это королевство. Сколько хочешь оболочек создавать, то есть, оно заточено под веб. А вот работать, просто вот изучать питон, смотреть, что происходит, здесь довольно удобно. Мне она самому понравилась. То есть, когда мы просто даём файл, питон файлы и просто смотрим, да, что там происходит. Ну, по крайней мере, я вам помог, я думаю, дальше разберётесь. Так, для новичков, ребята, начинайте, когда изучать в школе, начинайте с сайта SPB. С SPB. А потом подключаете другой язык. Вот здесь есть видео. Я его добавлю вам, ваш план, ваш ответ и на вопрос, как, собственно, изучать язык. Зачем изучать два? То есть, потом добавляем Kotlin. Kotlin. Всё это будет добавлено. Два языка начинаем изучать. И, почитайте, дам ссылочку сейчас. Дам ссылочку для новичков. Как раз я его сейчас и переписываю. Обучение разработки. У нас началась ещё разработка. Почитайте здесь статьи, здесь много видео. Всё, ребят, всё получится. Дальше уже сами поковыряйтесь. Ну, я сказал, что я постараюсь сейчас лист создать, создать лист и для разработки, и добавить видео уроки. Там я делал по Visual Studio. Да, это уже конкретно веб. Здесь немножко удобнее с веб. Ну, а кому-то понравится. Просто мне, допустим, она очень интересная, эта среда. И я с ней, вот просто, когда с классами работать, я с ней буду работать. Потому что здесь очень много возможностей. Ну, просто надо немножко с ней поработать. А вот под КТ, под графический интерфейс, она вообще заточена. Офигенная. Всё. Ну, а с Джанго надо там разобраться. Но, по сути дела, всё равно... С Джанго здесь только плагин. Заточена всё-таки под графические работы. И вот так поковыряться с кодом в ней отлично. Всё, ребят, ну, выбор за вами.